МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Примерно треть ежемесячного дохода большинство из нас тратит на покупку продуктов питания. Можно ли при этом уменьшить расходы и сэкономить на продуктах? Не во вред здоровью. Поговорим сегодня об этом в нашей программе. Экономим. Будем учиться экономить на покупке продуктов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часто решение, что приготовить на ужин, мы принимаем прямо в магазине. Продукты покупаем наугад и берем на всякий случай больше, чем надо. Как этого избежать? Начните составлять меню. Желательно на неделю. Заглянув в него, можно спланировать потребление продуктов питания на 7 дней. Как рассчитать количество продуктов? Подскажет технолог-калькулятор общественного питания. В общественном питании существуют конкретные нормы подачи блюд. Чтобы обед был полноценным, достаточно. В салате подать 100 грамм салата. В супе для мужчин полная порция 500 грамм. Для женщины достаточно 250 грамм. В втором, например, котлете достаточно 70 грамм. В гарнире 100-150 грамм. В напитке 200 грамм. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким образом рассчитываем количество продуктов на недельное меню. После чего составляем список, с которым отправляемся за покупками. Продуктовые магазины полны соблазнов. В каждом торговом зале есть несколько вкусных и не слишком дорогих мелочей. Однако эти незапланированные покупки выливаются в круглую сумму. Если вы ни на шаг не будете отступать от списка, то после похода в магазин ваш кошелек не окажется пустым. В избежание ненужных трат при покупке и выборе продуктов пользуйтесь простыми правилами. Ищите магазины, где нужные вам товары стоят дешевле. Старайтесь сократить количество походов по магазинам. Каждый лишний поход риск купить ненужное. Не ходите за продуктами на пустой желудок. Голодному человеку хочется скупить буквально весь магазин. Ходите в магазин без детей. Отказать ребенку в покупке незапланированных продуктов практически невозможно. Не покупайте раскрученные рекламой товары. Расходы на маркетинг и рекламу всегда закладываются в цену товара. Поищите нерекламируемые товары, но хорошие по качеству. Их много, но лежат они на нижних полках, и мы их просто-напросто не замечаем. Покупайте местные продукты. Чаще всего такие товары стоят дешевле, так как производитель не несет дополнительных затрат на транспортировку. Приучайте себя покупать точное количество продуктов. Не берите прозапас, особенно скоропортящиеся товары. Тогда их не придется выбрасывать. Экономить на продуктах не значит голодать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин